Леопард Партия АДГ инициировала в Бундестаге дискуссию о мирной инициативе и гарантиях безопасности для Украины и России. Такое название носит ходатайство. В нем ни слова о том, что 24 февраля 2022 года Россия напала на соседнее государство и вот уже год ведет там противоправную войну. Зато есть пассаж о том, что ЕС слишком слаб, чтобы войну предотвратить. В документе альтернатива требует в первую очередь связать политическую, военную и финансовую поддержку Украины с готовностью Киева вести серьезные мирные переговоры с Россией. Значительная часть ходатайства отведена гарантиям безопасности. Причем не для Украины, а для России. Например, в АДГ считают, что Украина не должна быть ни членом НАТО, ни членом ЕС, а максимум привилегированным партнером Евросоюза. Также депутаты предлагают создать подмандатные территории ООН в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые сменят там российских военных. Одновременно с этим ЕС, Великобритания и США должны постепенно сокращать свою военную поддержку Украине и пошагово снимать санкции с России. Мы должны освободиться от идеи, что одна сторона должна победить, а другая проиграть. Освободиться от военной логики. Никто не должен выиграть эту войну. Год российскому нападению на Украину. И единственное, что может предложить АДГ, это закос под Трампа под слоганом «Но наша страна всегда важнее всего». У демократических партий разные мнения относительно того, как мы должны поддерживать Украину. Но в одном мы едины. Мы осуждаем противоправное нападение России на Украину и европейский миропорядок. Мы не миримся с тем, что в Европе насильно передвигаются границы. И поэтому мы поддерживаем Украину. Политически, экономически, гуманитарно. И да, в сфере обороны тоже. А что делает АДГ? Ее депутаты ездят на сомнительные мероприятия в Крым, посещают марионеточный режим Путина в Беларуси и выступают в пропагандистском ток-шоу на российском телевидении, где вообще-то призывают к убийству нашего министра иностранных дел. Это позор и это просто мерзко. Я как никогда благодарен за возможность выступить здесь сегодня, потому что хочу извиниться перед украинским народом за заносчивость АДГ и претензию на то, что это ходатайство имеет какое-то отношение к ответственности Германии за мир в Европе. Дорогие украинцы, это не Германия, это только альтернатива для Германии. Ни слова сочувствия в вашем тексте, ни слова эмпатии с жертвами российской захватнической войны. А, кстати, еще о Беларуси. Где вообще депутат Быстрон? Снова в Беларуси? Участвует в особых операциях? Интересно бы было узнать. Вчера мы узнали, что с 16 по 19 ноября он находился в гостях у господина Лукашенко. Что он там вообще делал? Почему вы не рассказываете ничего об этом? Немецкое объединение журналистов-расследователей «Корректив» и литовский телеканал ЛРТ узнали о том, что в рамках своей командировки в Литву депутат альтернативы Петер Быстрон посетил заодно и Беларусь и провел там 4 дня. При этом, регистрируя свою командировку в Комитете Бундестага по внешней политике, он не уведомил о своем намерении посетить и Беларусь тоже. Глава комитета Михаил Ротес ДПГ пишет, что не дал бы согласия на командировку, если бы знал, что пунктом назначения является не только Литва. Беларусь поддерживает агрессивную войну России против Украины и поэтому также подпадает под санкции ЕС. Встречи с представителями оппозиции в Беларуси де-факто невозможны, поэтому поездки в Беларусь не могут быть в интересах немецкого Бундестага. Если бы вы действительно были заинтересованы в мире, тогда вы, господин Катре, выступая неделю назад на ток-шоу «Ненависть» и Владимира Соловьева, говорили бы о мире. Но вы этого не делали. Вы не говорили о мире, переговорах или чем-то подобном. И вы тоже, господин Шмидт, на том же ряду. Кстати, почему пятая колонна постоянно сидит на 17-м ряду? «Позавчера, во время выступления на телеканале «Россия-1» вы тоже могли выступать за мир и необходимый вывод войск. Но вы не сделали этого. Да вы же сами не воспринимаете всерьез свое ходатайство. Здесь вы говорите о мире, а в России являетесь винтиком путинской пропаганды и военной машины». Почему вы считаете приемлемым выступать и разговаривать с Владимиром Соловьевым? Это человек, который уже не раз призывал к нанесению ракетных и даже ядерных ударов по Германии. Во-первых, мне не знакомы выступления его. То есть российское телевидение я не смотрю. Я общаюсь, в принципе, со всеми журналистами, которые ко мне обращаются и которые меня не пытаются дискредитировать. То есть если мое мнение подается без вырезок, без попыток перевернуть, исказить мое мнение, то тогда я не вижу причин не общаться с такими журналистами. «Сейчас вы узнали об этом, о таком соседстве с такими высказываниями. Это вас не смущает, если у вас еще раз попросят о комментарии или интервью?» Я бы хотел сначала лично ознакомиться с данного рода высказываниями. «А когда начнется бомбардировка немецких городов, ты что своему народу скажешь? Что ты, дура, все прохихикала?» Путин четко и ясно сказал, мы ответим не только бронетехникам. То есть пока я только в виде слухов слышал, что где-то он о ком-то нелицеприятно выразился или там войну приветствовал. То есть лично я войну не приветствую, как и не приветствую высказывания нашего министра иностранных дел, которая призывала к войне. Но общаюсь, тем не менее, со всеми, то есть и с теми, даже с кем я других политических взглядов придерживаюсь. То есть я не обязан разделять его взгляды. Я и с вами, допустим, тоже, очевидно, не разделяю политические взгляды, тем не менее, совершенно открыто готов с вами на диалог. Если ваши избиратели узнают о том, что вы выступаете в шоу человека, которого этого требует или считает это приемлемым, как вы думаете, как это отразится на их мнении о вас? Я думаю, это не играет никакого рода. То есть политики АФД выступают в СМИ, которые, скажем так, нелицеприятно выражаются о политике самой партии. То есть в этом мы не должны быть с вами одного мнения. В этом есть принцип демократии. То есть журналисты представляют одно мнение. Мы представляем свое. Я выступаю в каналах, на СМИ исключительно со своим мнением, которое выражает мнение фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. И придерживаться мнения того или иного журналиста или быть знакомым с его высказываниями я не должен. То есть я только пользуюсь платформой, его платформой, которую он мне предоставляет. Опять же, вот эти высказывания все, которые провоцируют войну, которые провоцируют агрессию, я, естественно, не поддерживаю. А вообще в этом конфликте вы за кого? За Россию или за Украину? За Германию. Партия «Альтернатива для Германии» отстаивает исключительно немецкие интересы. И в наших интересах, чтобы конфликт закончился как можно скорее. Поэтому сегодня наша партия выступила в Бундестаге с мирной инициативой. То есть это и первая мирная инициатива. До этого все остальные фракции выступали с попыткой эскалации конфликта, попыткой нарастить поставки военной техники. Мы же сказали, нужно решать конфликт дипломатическими методами. Наращиванием поставок военной техники конфликт не решить. То есть вы выступаете за Германию на шоу, где призывают нанести ракетные и ядерные удары по Германии? Если меня позовут на украинское телешоу, я там также выступлю. Но я не буду говорить о внутриполитических проблемах, как в России, так и на Украине. Я немецкий политик. Если меня спрашивают о ситуации в Германии, я ее четко излагаю, следуя нашей программной линии. А каким образом вообще депутаты АДГ попадают в эфир к Владимиру Соловьеву? То есть кто организует это? Никто не организует. То есть телефоны депутатов, они общеизвестны. То есть вот, пожалуйста, звонит, звонок поступает, вас спрашивают, хотите выступить так же, как и вы мне позвонили. Хотите выступить тогда-то, тогда-то, во столько-то, во столько-то. Прямой эфир. То есть и человек уже либо соглашается, либо нет. Но придется нашим танкам погромыхать своими гусеницами по Берлину и Парижу. Но в этот раз не ждите, что мы уйдем из этих городов. Желаете ядерного Армагеддона? Получите ядерный Армагеддон. Если дура Бербок и всякая прочая нацистская сволочь считает, что можно, ковыряясь в носу, угрожать России и своих теплых кабинетов, значит, они в очередной раз должны столкнуться тем, что будут, как крысы, по развалинам Берлина прятаться от русского солдата.